Здравствуйте, это программа Байдельдинов нефть и сегодня мы обсудим с нашим гостем очень интересную тему. Несмотря на кризис в нефтяной отрасли, связанный с падением цен, есть некоторые виды бизнеса, которые растут даже при таких условиях. У нас в гостях Тимур Исмогилов, генеральный директор Dreamline Company, DLC. Тимур, здравствуйте, с наступившим Новым годом вас, вы уже не первый раз у нас на передаче. Кстати, в начале, предваряя ваш рассказ небольшой о компании, я такой краткий комментарий скажу. Современные технологии, вы знаете, мы это часто с вами обсуждаем, не на телевидении, а так. Технологии вносят кардинальное изменение во многие сферы жизни. Казалось бы, беспилотный автомобиль, мало того, что он лишает работы огромное количество таксистов в будущем, водителей. Так сейчас есть отрасли, которые, не знаю, всеми фибрами души за эти беспилотные автомобили. Вот, к примеру, алкогольные отрасли. Сейчас там уже инвестбанки, на самом деле, считают, сколько дополнительной прибыли алкогольных компаний мира составит от внедрения беспилотных автомобилей. Ну, идея проста, да, то есть люди там на выходных могут спокойно выпить с друзьями, беспилотные автомобили их доставят вне зависимости от их там состояния, да. Ну, считается, что вот за год, если беспилотных там автомобилей там в штатах сколько-то процентов будет, то они будут получать там от 2 до 4 миллиардов долларов прибыли ежегодно только за счет того, что какой-то процент на беспилотные автомобили перейдет. И вот я, насколько знаю, вы как раз занимаетесь технологиями, цифровыми технологиями, да, и даже несмотря на вот такой достаточно сложный период для нефтяной отрасли и в мире, и в Казахстане, вы растете, ну, Тимур, кратко о компании, вот, может, если это не коммерческая тайна, какие-то результаты года для вас. Ну, приветствую, спасибо за поздравления. По прошедшему году наша компания, в принципе, в плюсе, мы довольны, то есть мы бизнес, у нас главная цифра, план продаж, все нормально. В целом, по рынку я не могу сказать, мы не ведем специальных исследований, но мы пользуемся трудами тех, кто, организации, которые заточены на это, читаем, видим. И у меня тут своя, своего рода окопная правда, то, что вижу, как многие компании схлопываются, видно, что, ну, в связи с макроэкономическими обстоятельствами, ну, просто заказ меньше стал со стороны нефтедобывающих компаний. Конечно, все нефтесервисные компании, которые предлагают услуги для нефтедобывающих, они страдают. Но определенный спрос на услуги, на продукты, на решения вырос на определенной категории. В целом, это нормальная, как бы, регулировка рынка, потому что, когда были хорошие годы для нефтянки, когда можно было принимать, ну, непонятные решения, делать все, что угодно, ну, управленцам, все равно будешь в плюсе, так как цена все перекрывала. Сейчас, конечно, основной упор на экономическую, ну, на рентабельность, решения должны быть эффективными, затраты должны снижаться, производство должно увеличиваться при этом. Такие вещи, они сейчас очень сильно востребованы. И наш бизнес, ну, уже больше 10 лет, он изначально был срегулирован именно на эту концепцию, то есть на взгляд со стороны бизнеса. И это нам помогает сейчас. Возможно, не совсем помогало тогда, когда можно было нефтедобывающих компаний делать все, ну, покупать, ну, просто яркую обертку. Сейчас, помимо яркой обертки, нужна еще и эффективность. В данном случае... Содержание превыше формы. Ну, форма тоже важна, потому что любой хороший продукт, работающий, он должен быть красивым. Это, ну, это закон эстетики такой. Ну, то есть вы стремитесь к презентациям Apple, да, если так говорить? Да. В презентации своих продуктов. Да, наши продукты все очень красивые. Ну, это одна из частей мыра. Все-таки все строится на людях, и восприятие человеческое очень важно. В целом, повторюсь, год успешный. Этот год планов громадео. Мы видим позитивность в плане того, что, несмотря на общее увеличение конкурентности на рынке, нам удалось создать несколько прорывных проектов. Один из них мы обсудили в прошлой передаче цифрового месторождения. Сейчас ведутся параллельно еще несколько крупных, знаковых для высоких технологий в нефтянке, скажем так, в Казахстане, проектов. Но при этом я бы не стал отделять мировые тенденции, казахстанские тенденции, вот именно в нефтяной отрасли. Может быть, в остальных отраслях я просто не слишком знаком, это разные вещи. Но у нас то, что есть в Казахстане, то, что есть в мире, это практически одно и то же. То есть мы открыты. И все самое передовое, оно идет у нас на нефтянку. Так скажем, хай-тек, который доступен в мире, мировым нефтегазовым гигантам, он также применяется в Казахстане? Он также применяется, причем в некоторых компаниях, особенно в зарубежных, которые у нас работают, недропользователи. Оно зачастую сначала в Казахстане опробует, то есть какой-то пилот опробует, потом где-то тиражирует. То есть в обратную. Успешный опыт, да, и так, и так идет. Ну, Казахстан, он и есть рынок сейчас, просто часть мирового рынка. Ну, то есть в прошлой передаче, я вот уточню, мы говорили о том, что вот внедрение концепции интеллектуального месторождения, да, вот говорили, что много есть терминов, да, Digital Oil Field, Smart Well, умная скважина, как конкретное, да, какое-то произведение. Оно позволяет увеличить добычу, при этом снизить расходы, да, удельные. Ну, вот сейчас, например, в мире, вот условно, если какие-то цифры, вот можете привести, допустим, взять компанию, которая делает все вот там по старинке вручную, да, и компания, которая вот такие передовые технологии внедряет. Вот насколько может добыча вырасти, а расходы насколько могут при этом снизиться, вот удельные на баррель, допустим. Надо понимать, что высокие технологии могут употребляться в нефтяной отрасли, именно в AppStream, в добыче. Ну, в разных ключах, например, геологическое моделирование. Ну, конечно, не сравните, когда это все обсчитывает компьютер, математика заложена, и когда люди по старинке чертят на планшетах. Ну, я еще застал время, когда вот эти шахматки, которые заполняли геологи по ежедневной добыче, отправляли Land Cruiser каждый день за 200 километров, чтобы там центральный аппарат, отверстие месторождения. Сейчас, конечно, гораздо эффективнее. Конкретно в цифрах... Сейчас не отправляют, но Land Cruiser остались, да? Возьмем чисто технологическую часть, то есть, начиная от устья скважины и до коммерции. Но технологии, ну, по-моему, скажем, налаженная система учета, это уже плюс около 5%, что, кстати, Big Four проводил исследование, они говорят... Ну, в целом, то есть... Да, наведение порядка в учетной системе 5%, это только учетная система. Это среди суточной добычи может на 5% увеличиться, да? Правильно я говорю? Да, меньше потери происходят. Меньше потери. Потери от скважины до сдачи в коммерции. То есть, в пункт приема нефтеналивных станций. Ну, у нас в КТО, получается, коммерческий узел в учетах. Это только... Есть еще автоматизация, то есть, выбор оптимального режима работы станции. То есть, если сделать скважину умным, то есть, поставить станцию управления, забить алгоритмы, научить ее вести, как она будет себя вести в различных... Это довольно существенно, до 15% увеличения добычи. Снижение затрат, то есть, оборудование работает в щадящем режиме. Меньше ремонтов, меньше вложений, меньше операционные расходы, меньше... Как вложения на... Меньше время простоя, да? Меньше время простоя, спажина в это время качает, да? Это все живые деньги. Я говорю, до 15-20% увеличения добычи. Ну, снижение затрат, конечно, кардинальное, получается, при внедрении тех или иных решений. Ну, то есть, и добыча растет, и расходы совокупные на удельные снижаются, да, не совокупные? Ну, вот вы затронули тему того, как выглядит месторождение, да, вот от добычи до, так скажем, пункта приема. Нам компания Dreamline любезно предоставила такой небольшой слайд о том, как выглядят сейчас основные, так скажем, основные нюансы нефтедобычи, так скажем, да, от скважины до того, когда эта нефть поступает в нефтепровод. Тимур, ну, вот кратко прокомментируйте основные детали, основные, так скажем, нюансы, которые отражены на вашем графике. Ну, что мы имеем? Мы имеем различные бизнес-процессы, которые, ну, производственные предприятия, которые занимаются нефтедобычей. Мы имеем интерес бизнеса в том, чтобы какие-то процессы оптимизировать, улучшить. То есть, начиная от добычи, заканчивая подготовкой нефти, то есть, коммерцией добывается не чистая нефть, а там транспортировка нефти, хранение нефти. Это все, конечно, различные вещи помогают улучшить. Возьмем технический режим работы скважины. То есть, я уже говорил, инфектуальные станции управления. Это же не просто железка. Это методика, как с ней работать. Это глубокое знание геологии, технологии, химической науки, скажем так. Глубокое понимание самого производства требуется. То есть, у нас мы делаем все под ключ. То есть, не просто железку ставим, буквально учим скважину, как это работать. Анализируем. Потому что все, на самом деле, индивидуально. Нет одинаковых месторождений. Каждый чуть-чуть отличается. Дальше идет, скажем, ремонты. Затратные ремонты. Как работает оборудование. Это все сейчас... Вы говорите, снижается время простое. Соответственно, расходы снижаются на ремонт. Вы можете, условно говоря, то, что раньше, например, в течение одного-двух лет ставилось на ремонт, допустим, два раза в год, вы, условно говоря, можете снизить до одного раза в год. Я правильно понимаю? Не вы конкретно? Ну, вообще, новые технологии именно в цифровом. Плюс мы можем предупредить. То есть, поломку, аварию потенциальную простой. Мы можем предупредить. То есть, есть специальное оборудование. Например, динамога. Анализирует данные, которые поступают. Она показывает картинку. Есть соответствующее программное обеспечение, которые анализируют. Это программное обеспечение, конечно, специальные обученные люди управляют. Но в целом они дают нужный результат. А именно, они предупреждают, когда и на что обратить внимание. Для того, чтобы не было непроизводительных простоев. То есть, да, я вот кратко прокомментирую тот слайд, который компания предоставила. В основном, цифровое месторождение, оно воспринимается, что вот есть скважина, мы с ней что-то делаем, ставим программное обеспечение, ставим там различное оборудование, и оно начинает какие-то плюсы давать. На самом деле, цифровое месторождение, так скажем, к этому термину перейти, он охватывает не только одну скважину, но он охватывает месторождение в целом и охватывает, получается, весь путь, так скажем, от устья скважины до пункта сдачи нефти. Нет. Да, но он еще... Да, но нет. Дополнительно, ну, скажем, вот эта часть, про которую мы говорим, это технологическая. То есть, от устья скважины до сдачи нефти. На самом деле, цифровое месторождение, это все возможное моделирование. Начиная от моделирования пласта, то есть, то, что глубоко... Геологические запасы. Да, геологические запасы, моделирование бассейна, ловушек и так далее. До моделирования проекта разработки самого месторождения. То есть, все это в цифре, все это наглядно. Ну, из-за того, что не приходится каждый раз бурить скважину, например, это экономия миллиардная. Даже если в долларах посчитать, это все равно миллиардная экономия. То есть, мы знаем, сколько стоит пробурить скважину, просто чтобы разведать. А она позволяет сэкономить вещи. Она позволяет предугадать. Да. Но мы говорим именно про технологическую часть, не про моделирование. Это отдельно глубокая тема. Я думаю, мы можем сутками про нее потом поговорить. Про моделирование я немного прокомментирую. Может быть, будет интересно нашим зрителям. А вот сейчас вопрос такой. Здесь на слайде есть химреагенты. То есть, для многих тоже нефть представляется так, что вот есть месторождение, и нефть сама течет. На самом деле, она с различными примесями. Она разного качества. Ее нужно подготовить перед тем, как она входит, так скажем, в какой-то магистральный нефтепровод. И используются различные химреагенты. Различные аббревиатуры есть. ПНП чаще всего говорят. Повышение нефтеотдачи пластов. А вот химреагенты, которые применяются для каждого месторождения. Они на самом деле уникальны для каждого месторождения. То есть, составы. Вот цифровое месторождение как таковое. Ну, условно говоря, я пришел и не разбираюсь в химии. Ни в надземной, ни в подземной химии, например. Цифровое месторождение, так скажем, вот этот комплекс, он может подсказать мне? Или он все-таки требует какого-то там вмешательства извне со стороны, допустим, каких-то там специализированных, узко-специализированных компаний? Надо понимать, что все равно решение должен принимать человек. И нести ответственность решения этот человек. Все цифровое месторождение, это автоматизирует. Ну, да, то, что, возможно, делали остальные люди, да, раньше, или ручками там работали, оно автоматизирует. Но самого главного процесса принятия решения управленческого, оно не автоматизирует. То есть, на этом основном бизнес. То есть, в любом случае, это люди, да? Да, это в любом случае, в конечном итоге, это люди. Конечно, все, что может быть автоматизировано, оно автоматизируется. Далее, по химриагентам, вот прозвучало у вас, химриагенты, ну, есть расчеты, широко используется, 8 тысяч добытых тонн нефти используется, одна тонна химриагента. Ну, один к восьми. Один к восьми. И зачастую, не всегда, но зачастую на каждом месторождении разрабатывается отдельный химриагент. Ну, это направление, оно не совсем основное для нашей компании. Мы тут в основном сотрудничаем с мировыми производителями в плане того, что мы подбираем наиболее оптимальный химриагент для решения узкой задачи, которая стоит именно на этом этапе производства. Например, зимой нефть в трубах, ну, скажем так, густеет, густеет, парафин или что, но он густеет. И конкретно из-за этого добыча снижается. То есть, вместо того, чтобы течь по таким трубам, грубо говоря, нефть текет по таким трубам, добавляем химриагент, высчитываем дозирование, получаем экономический эффект, потому что внедрение этого химриагента отбивается за три месяца, например. А дальше уже идет генерация чистого маржинга для компаний, выгодно это нефтедобывающим компаниям, выгодно. Будут они покупать... Беспорно выгодно, я думаю. Будут они это делать в кризис, они в кризис будут делать это еще в больших объемах. Ну, вот, собственно, один из примеров того, как новые технологии позволяют адаптироваться к кризису и где-то даже перестроиться для нефтедобывающих компаний. Я думаю, сейчас, если цена на нефть достигнет уровня, как раньше, то нефтяные компании, они уже будут гораздо более эффективны, скажем так. И могут... Они уже пройдут этот период и уже будут по-другому смотреть на гораздо больше расходов. Вот отвлечемся, если от темы, так скажем, не конкретно о вашей компании или цифровом месторождении, затронули тему того, что цифровое месторождение в целом, оно начинается с момента, так скажем, разведки. Вот опять небольшой комментарий такой. Для многих нефтяное месторождение выглядит, допустим, какой-то резервуар, сосуд под землей, и он там круглый, он один, и надо только пробурить и достать до вот этой точки, и нефть сама поднимается. На самом деле там оно неоднородное месторождение по структуре. Там, может быть, различные пласты могут быть, где-то может находиться вода, где-то может быть там, как называется, газовая ловушка, да, если не ошибаюсь. Вот вопрос в связи с этим, да, вот такой. То есть в Штатах основной успех сланцевой добычи и нефти, и газа, он был вызван не сколько, так скажем, технологиями, сколько тем, как они прогнозировали и описывали месторождение изначально, да? Правильно я говорю? Oil description, кажется, это называется термин на английском. И вот, например, ну просто такой, да, показатель. В мире сейчас коэффициент излечения нефти, КИН, да, над которым работает Казахстан, в мире он в среднем порядка 30% составляет, ну плюс-минус где-то. В Штатах этот показатель, коэффициент излечения нефти, он составляет 50-55%. Если в исторической перспективе смотреть, то в 70-х КИН, он вообще в мире, был где-то порядка 24-25%. То есть вот за это время там гигантский скачок, но отчасти за счет технологий. А вопрос в том, что, вот смотрите, допустим, ломать не строй, да, то есть есть готовое месторождение, на которое ставится концепция, да, так скажем, цифрового месторождения. И есть, например, месторождение вот чистое, которое только-только пробули разведочную сважину, описали это месторождение, да, смоделировали там, не знаю, десяток другой моделей этого месторождения и начинает вот, так скажем, с нуля, да, внедрять это все и с нуля, так скажем, добывать. Вот разница между месторождением, на котором эта система только ставится, да, и месторождение, которое разрабатывается вот с самого начала, она вот, ну, условно говоря, в показателях, например, добычи или там, допустим, в жизненном цикле месторождения, вот, может она отличаться, допустим, в два раза, то есть, условно, вот, я почему два раза говорю, да, то есть, ну, вот эта цифра, то, что в Америке там КИН 50-55 процентов, вот у меня не уходит из головы, вот, все-таки, это же на самом деле, эти технологии, так скажем, да, они могут быть, могут применяться и у нас в Казахстане, да, то есть, трансфер не запрещен. Она и применяется. Да, да, но вот такой высокий КИН, он все-таки связан вот с тем, что изначально это на месторождение начинается, да, ну, поправьте, может, предположение. Ну, вот, отвечу на вопрос. Правильно, во-первых, вы правильно заметили, то, что технологии, которые употребляются при, ну, сланцевой нефти, они, на самом деле, известны были давно, используются. Но они, по-моему, в Советском Союзе вообще были. В 60-х, 70-х годах это все давно используется. Основной эффект именно из-за возможности моделирования, прогнозирования. Получилось, благодаря тому, что информационные технологии совершили скачок и позволили обрабатывать колоссальный объем информации. А второй вопрос, который вы задали, показатели разработки нового месторождения и, скажем, давно разрабатываемого. Действующие, ну, да. Нефть, дело в том, что если не принимать мер, которые поддерживают добычу или увеличивают ее, не проводить ГТМ, ремонты и так далее, то есть определенный в проекте разработки каждого месторождения, который согласуется у нас с органами, комитетом геологии и так далее, с министерством, в каждом месторождении идет снижение со временем. То есть у каждого месторождения определенный коэффициент падения добычи, снижения добычи. Ну, они выходят на пикойл, да, полка добычи, и потом добыча снижается, несмотря на все усилия, потому что, ну, меньше нефти в месторождении. Ну, да, если так абстрактно сферическую скважину в вакууме представить, то она со временем будет давать все меньше и меньше нефти. Если рядом не ставить новые скважины, например, которые закачивающие. Или на более глубоких газонах. Да, да, да. И, конечно, вот у нас тоже в Казахстане, вот, например, живой пример месторождения Каражан-Бас, который в Мангастаевской области находится, конечно, там было своего рода падение добычи. Пришли, ну, то есть иностранцы, пришли наши казахстанские компании, ну, и смогли вывезти опять на прежнюю добычу, как раз путем тем, которые в том числе и в сланцевых, при разработке сланцевых месторождений в США используются. Гидроразрывы или гидроразрывы пластовы? Да. Да, это используется. Что касаемо КИН, конечно, с течением времени месторождение доразведывается. Проводится сейсморазведка дополнительно. Все данные пересчитываются. Проверяются данные на достоверность. Потому что, ну, в основном, основные ошибки в геологии, это базируются на двух вещах. Неправильные данные, которые используются при принятии решений, или неправильное само решение. И неправильно интерпретировали? Неправильная интерпретация. Ну, по поводу интерпретации ничего сказать не могу, но вот по решению, этот вопрос по поводу достоверенности данных, он очень часто решается у нас. И как раз вот этот вопрос с увеличением КИНа, он связан с тем, что многие научились, многие компании, которые предоставляют свои услуги для нефтедобывающих компаний, они научились проверять достоверенность этих данных. Ну, то есть повысилась компетентность, так скажем, достоверность. Появились инструменты, которые позволяют исключить огромные затраты человеческого труда, скажем так. И ошибки минимизировать. Минимизация ошибок из человеческого труда. Ну, то есть в два раза вот, да, вот может быть разница, вот если месторождение, допустим, по всем, так скажем, там, хай-тек-канонам разрабатывается в Штатах, да, и, например, где-то там, ну, условно говоря, в какой-то другой стране, и вот в два раза КИН у них может отличаться, ну, опять-таки условно. Это вот вызвано тем, что вот это новое месторождение, и оно изначально разрабатывается, и начинает добывать, добывать там нефть по-другому, да? Ну, это же зависит от всяких, ну, вот если брать два месторождения сферических, одинаковых, то, конечно, оно не будет, как бы, как бы, от КИН отличаться. Все зависит от условий, сколько денег вложено там в разведку, например, сколько денег там вложено в моделирование, сколько усилий вклада, ну, даже просто от профессионализма персонала это все зависит. Ну, так, естественно, если в одно месторождение, ну, недоразведано, или оно на этапе разведки еще находится, конечно, там КИН может быть один, чем потом, когда все эти соответствующие работы уже проведены. Ну, то есть это вопрос инвестиций, насколько компания готова, да? Да. Ну, вот тоже просто кратко прокомментирую, да, к сожалению, такого слайда у нас нет, например, подготовлено, но вот, например, там, успех сланцевой революции в Штатах, да, связывают с гидроразрывом пластов, вот Тимур справедливо правильно заметил, потому что технологии давно, на самом деле, были известны, еще и в Советском Союзе они были разработаны, но вот в Штатах применяют многостадийный гидроразрыв пластов, да, там, если не ошибаюсь, по-моему, могут закачивать, ну, поправьте, может, напалм в месторождение, да, выжигать какие-то участки, то есть месторождение, оно, как мы говорим, да, не сосуд в идеале, да, а много там различных, да, участков, где-то ловушек и так далее. И вот новые технологии, просто когда это изучаешь, очень интересно становится, они позволяют вот какие-то участки, например, с газом выжечь, там, какой-то сухой огонь, как-то он называется, не знаю, как точно, да, какие-то участки выжечь, где-то какие-то вещи поменять местами, если вот так условно, да, то есть нефть где-то поднимается вверх в какие-то участки, и они вот это все просчитывают настолько, что они говорят, вот, там, не знаю, у вас там под землей, вы не знаете, что творится, да, что происходит, а мы вам вот такую картинку даем и говорим, вот вам план, работайте 10 лет по нему и, там, станете миллиардерами, да, ну, условно говоря, да, но на самом деле такого раньше же не было, это вот именно скачок технологий, буквально там сколько, ну, 10-15 лет, да? Ну, конечно, это скачок технологий, скачок повышения опыта, мы знаем, неудачные, вот сказали про выжигание газа, сразу напомнил место, которое местные жители называют врата ада, где горящий кратер, где тоже этот газ пытались выжечь, немножко не дочитали, да, так скажем. Конечно, технологии не стоят на месте, и это все помогает. Подсказывают, что у нас остается мало времени, да, есть еще один слайд, который также компанией Dreamline подготовлен, подготовлен был, это архитектура управления производством в нефтедобывающих компаниях, как она выглядит на сегодняшний день, Тимур, тоже кратко прокомментируйте, вот 4 стадии, я вижу 4. Это на самом деле не стадии, но это обычная пирамида, это отражение компании в цифре, то есть начиная от поля, то есть нефтяные поля, месторождения, да, oil field, какие данные, сигналы, иногда с одного месторождения около, ну, полторы, если это месторождение крупное и скважин много, ну, там, в ЖТБ, не знаю, там, азень, то, там, может быть, несколько тысяч сигналов поступает, все это обрабатывается. Несколько тысяч сигналов в сутки, в минуту или... Одномоментно. Одномоментно, то есть в секунду, условно говоря, да, может поступать с месторождения? Ну, это естественно, есть у нас газовый завод в Казахстане, где там сотни сигналов, они вот непрерывно, конечно, это требует специальной обработки их, специальной системы реагируемых, пай-систем специальных. Система управления производством, это та, которая моделирует все производство и позволяет нажатием кнопки, там, изменить ситуацию на том или ином участке. Следующая, это система управления предприятием, но это уже в комплексе, это уже финансы. Это товарно-материальные запасы в том числе, да? Это складские запрасы, бухгалтерский учет, финансовые, маркетинг, и все, ну, предприятие, ну, производство, это просто основная часть. Ну, и самое важное, где участвуют эти данные, да, сигналы, которые мы постараемся доставать, это вот принятие решения для топ-монертов, для людей, которые несут ответственность за предприятие. Как раз и принимают решение. Да, да. Тимур, вот в завершении такой краткий вопрос, ну, мы часто об этом с вами, наверное, спорим и обсуждаем, тоже не на передаче, а вот современные технологии, ну, условно говоря, это iPhone, да, позволяет пользоваться, там, не знаю, продуктами, услугами, уже не разбираясь в том, как это работает, да? И вот, если взять, например, компанию Apple, ну, я не знаю, как вы к ней относитесь, я лично ей восторгаюсь, да, на сегодняшний день она вот нисколько технологичная, наверное, она больше финансовая, на мой взгляд. Вот у них запасы наличности, кэши, да, у компании, там, по-моему, сейчас 240 миллиардов долларов. Они могут, там, 3-4 хай-тек-компании купить просто за раз. И на самом деле уже это такой финансовый монстр становится. Вот, да, ну, буквально, коротко, вот, настанет когда-нибудь такое время, что вот не специалист или, там, с базовыми знаниями сможет управлять месторождением? Ну, да, нету. Я сторонник того мнения, ну, это, опять же, честно мое мнение, что я против того, чтобы, ну, говорят, эффективный менеджер может, не важно, чем управлять, я думаю, что человек должен пройти от инженера, скажем, там. Ну, то есть человек должен управлять этим всем, да. Что ж, спасибо, Тимур. Я напоминаю, у нас в гостях был генеральный директор Dreamline Company Тимур Исмогилов. Это программа «Байделинов нефть». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова